Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Многие экономические показатели публикуются лишь раз в месяц, а это не очень подходит для тех, кто практически каждый день нацелен на поиск торговых возможностей и хотел бы использовать повышенную волатильность. Однако есть и статистика, которая предоставляется каждую неделю, и при этом стабильно становится причиной сильных импульсных движений, что встречается не так часто, потому что вполне логично, что чем чаще выходит новость, тем меньше будет среднее расхождение между прежней и новой цифрой. Поэтому и влияния на рынки должного не будет. Одним из полезных исключений является информация о запасах сырой нефти в США, которая публикуется каждую среду около 6 часов по московскому времени. Готовит данный отчет информационное агентство энергетики, которое подсчитывает еженедельное увеличение или уменьшение коммерческой нефти в баррелях, имеющихся в наличии американских компаний. Уровень материальных запасов влияет прежде всего на цену нефтепродуктов, которые, в свою очередь, так или иначе оказывают влияние на инфляцию и другие экономические показатели. К тому же, учитывая, что внимание к нефти во все времена повышенное, и этот актив радует долгосрочными трендами, эта новость приобретает еще большую важность. На данном графике нефти обозначены желтыми прямоугольниками те моменты, в которые были публикации запасов нефти. Если мы посмотрим на график нефти за прошедшую среду, то увидим, как после публикации позитивного отчета, который говорил о сокращении запасов нефти, мы наблюдали быстрый и практически безоткатный рост котировок черного золота. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если запасы нефти сокращаются, это означает снижение предложения на рынке, либо увеличение спроса в ближайшее время, что, согласно экономическим законам, спрос и предложения означает рост цены. Если же запасы увеличиваются, то спрос будет снижаться, а расходы на хранение уже имеющейся нефти расти, поэтому неизбежно снижение котировок. И давайте еще раз отметим, что в момент выхода публикации о запасах мы наблюдаем повышенную волатильность, что подтверждает размер свечей на графике цены. Далее предлагаем оценить динамику изменения этого показателя за последние годы. Первое наблюдение заключается в том, что разброс между значениями становится больше с каждым годом, то есть динамика запасов становится более волатильной, если мы проведем некую аналогию с графиком цены. Второй вывод, который становится очевидным при детальном анализе, начиная с конца 2014 года, преобладали негативные отчеты, то есть в целом добыча превышала потребление, и мы могли наблюдать рост запасов нефти, что находит прямое подтверждение и на графике цены. Ведь именно с октября 2014 года началось ускорение падения цен на нефть. Из всего сказанного можно сделать вывод, что данные о запасах нефти обеспечивают повышенную волатильность и отличные возможности для торговли каждую неделю, что делает торговлю сырьём более привлекательной. Надеемся, видео было вам полезным. Всего доброго!